Вы смотрите отзыв об отеле Star Hotels Business Palace. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Бендер, который был в нем в 2013 году. В Милане оказались достаточно случайным образом, купив на майский круиз с отправлением из Генуи. Бюджетных билетов до Генуи не нашли и решили добираться через Милан. Самые низкие цены предлагала Люфтганза, примерно 10 тысяч рублей, но смущали короткие стыковки, меньше часа, во Франкфурте. В ходе совместного с друзьями штурма Люфтганза путем звонков в офис удалось найти билеты с нормальными 1,5-2 часа, стыковками, но никак не удавалось купить их на сайте. Только обращение в службу поддержки помогло. Оказывается, надо выбирать на сайте Люфтганза опцию типа составной маршрут. В общем, самому найти тяжеловато, особенно если не знаешь номеров рейсов. Полагаю, что проблема была связана с тем, что вылет туда происходил из Домодедова, а возвращались мы во Внуково. Поиском отеля занимались недолго. Интересовало размещение на четверых. Приличных размеров номер нашли в Star Hotels Business Palace 4 звезды. Привлек высокий рейтинг на букинге и близость к метро. Постояльцы утверждали, что добраться до Дуома можно за 15-20 минут. Минусом была все же удаленность от центра, 7 остановок на метро. Однако ряд предположений, оказавшихся впоследствии неверными, перевесил минусы, и мы забронировали номер. Предположения были следующие. Один отель находится на окраине города недалеко от аэропорта Ленате, и нам будет удобно добираться. Два отель находится в полукилометре от вокзала Рогареда. Так как через Рогареда идут поезды на Гюною, я решил, что будет очень удобно с этого вокзала в Гюною и отправиться. За четыре ночи за 54-метровый четырехместный номер с нас взяли около 600 евро. Плюс с каждого совершеннолетнего по 4 евро городского налога за ночь. С друзей за улучшенный двухместный номер взяли примерно 450 евро. Предположение номер 2 было опровергнуто еще в Москве. Все варианты, предлагаемые на сайте итальянских железных дорог, требовали от Рогареда сначала ехать на центральный вокзал, а оттуда уже направляться в Гюною. Проще говоря, поезды на Гюною шли через Рогареда без остановки. В аэропорту Ленате мы поняли, что и предположение номер 1 тоже не так уж и бесспорно. Таксисты делали загадочные лица, точную цену не называли и предполагали, что поездка до отеля будет стоить 20-50 евро за машину. Причем, весь их вид говорил о том, что за минимальную цену в 20 евро нам придется еще ох как побороться. А нас шестеро и нужно две машины. И ехать всего несколько километров. Рядом стоял соблазнительно тарахтевший городской автобус номер 73, идущий в центр. На нем и решили ехать. Впрочем, пока ковырялись с билетным автоматом, уехал и автобус. Сели на следующий. В итоге близость отеля к Ленате вышла нам боком. Минут 40 тащились до метро С, бабела, а потом практически в обратную сторону, да еще и с пересадкой добирались на метро. Не зная город, да еще и с вещами. Срезать путь не представлялось возможным. Полуторачасового разового билета за 1,5 евро на поездку. Впрочем, хватило. Отель Стархотелс Бизнес Пэлес находится буквально в 100 метрах от метро Порта Удимер. Нашли легко. Здание отеля было некогда промышленным зданием и до сих пор внешне напоминает фабрику. Номер оказался весьма просторным. Он состоял из двух смежных комнат, имеющих свои автономные выходы в коридор и прихожую, из коридора и прихожей, санузла, а также странной формы ниши в большой комнате, в которой стоял столик. Эту нишу мы сразу окрестили кают-компанией и все вечера проводили в ней. Вид из окна был довольно-таки урбанистическим, хрущевки всякие, однако по утрам нас будило пение птиц. А вообще в плане шумоизоляции претензий нет. Если окно не открывали, то вообще никаких звуков в номер не проникало. Сейф, заботливо закрытый, видимо, предыдущими гостями, нашли в шкафу. Спросили на ресепшн, смогут ли открыть. Конечно, с широкой улыбкой ответил менеджер. На ресепшн, кстати, были замечены сотрудники, владеющие русским. Завтраки в отеле хорошие, на мой взгляд. Вообще отель очень понравился. Из минусов все же упомяну, что при бронировании через букинг с возможностью отмены бронирования отель блокирует на месяц всю сумму по прибытии в отель. А при отъезде списывает эту сумму с карты еще раз. Заблокированная через месяц, конечно, снова будет доступна, но деньги на карте следует иметь с учетом этого нюанса. Насчет магазинов. Ближайший супермаркет, работающий более-менее допоздна, до 21, находится в двух станциях метро. Вообще, мне показалось, что с продуктовыми магазинами в Милане мрачно. Можно целый день блести по городу и ни разу не натолкнуться на магазин с продуктами. Похоже, что миланцы исключительно в ресторанах питаются. 30.04. Милан. Первый день мы решили посвятить осмотру города. Оригинальностью наш план не отличался. Мы предполагали добраться до Дуома, посетить его крышу, после чего двигаться в сторону замка Сфорца, Костеллоус-Форзовска. Дальше предполагалось направляться, куда глаза глядят. На этот раз мы купили билеты сроком действия 24 часа по 4,5 евро и отправились в Дуома на метро. Отзывы не обманули. Ехать не больше 20 минут. Крыша Дуома – это, наверное, самое интересное место в Милане. Конечно, мы сразу же отправились туда. Вариантов подъема 2 – на лифте или по лестнице. Решили сэкономить и поднялись по лестнице. Подъем не слишком утомителен. Не пожалели. Оказавшись на крыше, увидели два указателя. Что-то типа лифта и осмотр. Пошли, конечно, на осмотр. Прошли по краю крыши в сторону площади. Все очень интересно, но указатель лифта тоже игнорировать не стоит. Во-первых, на лифте даже спешим билетом можно спуститься. А самое главное, за лифтами есть проход для осмотра остальной части крыши, которая от них не менее интересна, чем та часть, которую мы осмотрели ранее, двигаясь по указателю осмотра. Сходили еще в сам Дуома. Запомнилась статуя святого Варфоломея, который, судя по описаниям, держит в руках собственную кожу. В отличие от Дуома, воспитывав отзывы сотнями туристов, замок в спорте не мог похвастаться толпами поклонников. Общий литмотив отзывов таков, что замок скучный и похож на московский Кремль, который, кстати, вовсе не скучный. Добрались до замка пешком. Большого сходства с Кремлем обнаружить не удалось. Внутри замок действительно пустоват, но пройтись интересно. Свободные от застроек пространства внутри замка позволяют хорошо рассмотреть его стены и башни, не сильно утомляя себя ходьбой. Пройдя замок насквозь, мы тут же попали в приятный парк Симпионе, путь через который мы завершили у Триумфальной Арки. Устав бродить, сели в первый попавшийся трамвай. Не помня уже, куда он завез нас. Высадившись, мы быстро сориентировались на местности и направились пешком в сторону центра, не рассчитывая особо встретить по пути что-то интересное. Случайно наткнулись на такую вот церковь. Окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok